Спасибо. 30 лет мы уже можем, я думаю, ну, если не все, то большинство уже подходить к тому, что тогда было без излишних эмоций и стараться тут как-то смотреть на это объективно. Ну, и уже, например, ясно, что советскую языковую политику нельзя рассматривать как что-то единое и резко противопоставленное тому, что было до того и после. Думаю, что советская языковая политика, скажем, в 20-е и в 70-е годы отличалась больше, чем советская политика 70-х годов и российская политика самого посреднего времени. Но из-за недостатка времени я в основном остановлюсь на раннем периоде. Сразу после революции очень резко изменилась языковая политика у нас в стране. Ну, и понятно, почему. Ну, и тут причин этому было несколько. Ну, во-первых, безусловно, очень многие были недовольны языковой политикой царского времени, которая в основном сводилась к пропаганде и распространению русского языка. На другие языки в лучшем случае не обращалось внимания, а то и бывали всякие меры вплоть до репрессивных. Во-вторых, безусловно, было стремление делать все не так, как до того было в мировой истории. Действительно, довольно жить законом, данным Адамом и Евой. И ждали мировой революции. И это все, конечно, очень сильно сказывалось. Ну, и об этом, о том, какую вести языковую политику, говорили, в частности, Ленин еще до революции. Ну, и вот его слова. Русские марксисты говорят, что необходимо отсутствие обязательного государственного языка при обеспечении населению школ с преподаванием на всех местных языках. Каждому гражданину предоставляется право сноситься с центральными учреждениями государства на своем родном языке. Для этих центральных учреждений обзавестись переводчиками со всех и на все языки, входящие в состав государства. Ну, и надо сказать, что это не было даже какой-то спецификой большевиков. Если мы, скажем, посмотрим, что писал в эти годы Бадуэн де Куртене, левый либерал, то достаточно здесь можно найти общего. Что из человеческих потребностей на первое место ставилась потребность идентичности, а не потребность взаимопонимания, как было раньше. Ну, и надо иметь в виду, конечно, что очень сказывалось тогда представление о скорой мировой революции, поэтому зачем пропагандировать русский язык, еще неизвестно, на каком языке будут вскоре говорить между собой рабочие всего мира. И главное, не должно быть никакой обязательности. Безусловно, тогда в центр ставилась справедливость, что вот справедливо, если человек, не прилагая усилий к изучению каких-то чужих для него языков, он будет во всем пользоваться своим родным языком, а государство это ему поможет. И, безусловно, сказывался и опыт некоторых государств, прежде всего Швейцарии, потому что вот эти переводчики, о которых говорил и Ленин, кстати, и Бадуэн тоже, они в Швейцарии действительно есть, чем человек, если обратиться в центральное учреждение по-французски, то его всегда, когда нужно, переведут на немецкий. И казалось, что и у нас будет то же самое. Ну и проводил языковую политику, по крайней мере, в отношении языков, отличных от русского, наркомат по делам национальности. И наркомом был Иосиф Виссарионович Сталин. Сейчас тоже распространен миф, что будто бы точка зрения Сталина была всегда одной и той же, а на самом деле она в разное время очень сильно менялась. И, кстати, все это сохранено, вот любопытно, это во многом противоречит тому, что у нас сейчас принято о Сталине думать, что это все потом замалчивалось и фальсифицировалось. Все цитаты, которые я буду приводить, они из собрания сочинений Сталина, выпущенного за несколько лет до его смерти, где многое совсем противоречит тому, что было в это время. Вот слова Сталина. Никакого обязательного государственного языка не в судопроизводстве ни в школе. Каждая область выбирает тот язык или те языки, которые соответствуют национальному составу ее населения. Причем соблюдается полное равноправие языков как меньшинств, так и большинств во всех общественных и политических установлениях. Он же школа, суд, администрация, необходимые политические мероприятия, формы и способы проведения общих декретов, применительно к национально-бытовым условиям, все это на родном доступном для населения языке. Тогда, безусловно, сильно преувеличивалось представление о том, что количество людей, не знающих русского языка, будет у нас еще в будущем достаточно долго, достаточно много. И Сталин заявлял, нельзя ограничиваться одним лишь национальным равноправием, необходимо от национального равноправия перейти к мерам фактического уравнения национальности. Часть уравнения национальности – это уравнение языков. И кроме Сталина говорили и другие. Вот две цитаты. Гринько, 23-й год. «Пролетариат в области национального вопроса должен быть готов к величайшему самопожертвованию, которое включало в себя отказ от русского языка для коммунистов, работающих в национальных республиках». Раковский. «Не будем же мы, как царские жандармы, заставлять грузин изучать русский язык». Ну и сам Сталин. Разговоры о преимуществах русской культуры и выдвигать положение о неизбежности, то есть о русской культуре над культурами более отсталых народов – это попытка закрепить господство великорусской национальности. Да, да, я знаю. И даже в 1932 году далекий от политики совсем не коммунист, академик, китаист Василий Михайлович Алексеев писал, «Практики СССР гражданином мира можно стать и без посредства русского языка». То есть тогда действительно предпринимались значительные меры для распространения языков меньшинств. Ну и для чего это все делалось? И на самом деле причин здесь было две. Ну, одна – требование справедливости, так как оно тогда понималось в советское время. Но второе – вот показательные еще такие слова Сталина. Для того, чтобы советская власть стала и для инонационального крестьянства родной, необходимо, чтобы она была понятна для него, чтобы функционировала на родном языке, чтобы школы и органы власти строились из людей местных, знающих язык, травы, обычаи и быт. Только тогда и только постольку советская власть станет властью не только русской, но и интернациональной, родной для крестьян и средних слоев ранее угнетенных национальностей. То есть, ну, кстати, здесь есть определенное сходство с позицией христианских миссионеров у многих народов, которые старались слово Божие распространять именно на языках меньшинств, считая, что таким образом это будет более понятно. Но, тем не менее, однако, здесь выяснилось многое, что не укладывалось в эту схему, потому что действительно, вот Евгений Дмитриевич Поливанов еще в конце 20-х годов, он преподавал в Москве в Коммунистическом институте трудящихся Востока, где обязательно преподавались два языка – русский и родной, то есть, ну, литературная форма языка оттуда, откуда он приехал. Не обязательно, на самом деле, это был родной язык, но так считалось. Так вот, русский язык учили охотно, а родной язык не казался здесь нужным. И слова Поливанова, что эти люди предпочитали осваивать марксизм, ленинизм по-русски, а на своих языках не возвышались над уровнем обывательской беседы. Культурная политика новой власти имела две стороны – распространение коммунистической идеологии, одновременно шла европеизация, что людей приучали к европейской в широком смысле культуры, к европейским обычаям, традициям, даже вплоть до гигиенических. И все это, конечно, тоже шло. И все это объективно было связано с распространением русского языка, который в 20-е годы мало пропагандировался, а тем не менее распространялся стихийно. И все, что говорили Гринько, Раковский и сам Сталин, все это на самом деле почти не осуществлялось. Никто, в общем-то, из русских работников в национальных районах не отказывался от русского языка. Ну и в дальнейшем, как мы знаем, да, я знаю, перешли на активную пропаганду русского языка и в дальнейшем уже основным в языковой политике стало распространение русского языка, который часто называли вторым родным. Ну и мне вспоминается такое свидетельство. Был индолог, историк Николай Максимович Гольдберг. И вот он сказал в 40-м году во время Финской войны. Раньше мы были не такими, как все, а теперь мы все более становимся такими, как все. И советская языковая политика, конечно, там имела значительное число особенностей, но так и все больше сближалась с политикой, которая в то время, сейчас она во многих странах стала меняться, но не в России, а тогда она стала приближаться к тому, что было и в других странах. А что касается переводчиков, то в 1953 году Берия пытался этих переводчиков вводить и рекомендовал, чтобы, скажем, органы внутренних дел писали, скажем, из Литвы в Москву на литовском языке, в Москве бы их переводили, но все это, как мы знаем, просуществовало недолго, потому что это вошло в противоречие с объективной ситуацией в стране. Спасибо. Владимир Иванович, большое спасибо за доклад. Будут ли у нас вопросы? У нас есть пять минут на вопросы, или даже чуть больше, наверное, семь. Пожалуйста. Так, Егор, пожалуйста, Егор Кашкин. Да, спасибо. У меня вот такой вопрос, вот как бы есть объяснение, ну, различиям, да, в советской языковой политике, которая была в разных, которые были между разными регионами, да, но если мы возьмем, например, Сибирь, да, там известны хорошо все вот эти истории с интернатами, да, в которых там запрещали говорить на родном языке, которые, тем, местные родные языки совершенно прибили, но, с другой стороны, если мы возьмем там по Волжье, да, то, ну, удобных вещей там, ну, как будто бы не было, да, и, в общем, эти языки, ну, настолько вот не следовались со стороны каких-то государственных органов, ну, насколько, да, там по рассказам носителей, которые, ты помнишь, об этом можно судить. Тут есть какое-то системное объяснение этому, или это зависело от каких-то конкретных администраторов на местах, или от чего? Ну, понимаете, конечно, в разных регионах политика, она всегда, и до революции она не была абсолютно одинаковой, и в советское время, и в целом, надо сказать, что советская языковая политика, она дала больше для крупных по числу носителей языков, что тот же Поливанов говорил, что узбек сейчас знает только, что он житель такого-то кишлака, и что он мусульманин, а что он узбек не знает. Нет, к концу советского времени, я думаю, там все уже знали, что они узбеки, и какие-то, поскольку школьное образование распространялось, какие-то уже знания, литературные нормы они имели. А с малыми языками, хотя, в общем, надо сказать, что в советское время они вымирали меньше, чем стали вымирая с 90-х годов, но, конечно, с ними всегда было довольно плохо. Это объективная ситуация, которую можно тормозить, но нельзя, наверное, ни при каком общественном строе предотвратить. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Следующий вопрос. Андрей Александрович Кибрид, пожалуйста. Спасибо, Владимир Михайлович. Я вот о чем хотел спросить. Мы довольно часто слышим про миф модолингвизма. Вот нам сегодня пленарный докладчик говорил об этом, и Ольга Анатольевна часто тоже эту тему развивает совершенно справедливо. Правильно ли я понимаю, что этого мифа придерживались в том числе и ранние большевики? То есть они считали, что или нужно сохранять свои языки местные и пользоваться ими, или переходить на русский язык. А вот идея, что вполне можно сочетать и то, и другое, она как-то не приходила в голову, не была озвучена официально. Ну, понимаете, что должны переходить на русский язык, а на это стихийно так, конечно, думали многие, но в первые годы советской власти я уже привел много примеров, что с этим боролись. Ну, а что касается билингвизма, то такого, в общем-то, желательной политикой считалась такая, что каждый человек говорит на своем родном языке, а если им как-то нужно общаться, ну что ж, найдут переводчика, и надо этими переводчиками обеспечить. То, что это было нереально, это другой вопрос. Ну, я понимаю ваш ответ так, что да, действительно, похоже, что эти деятели того времени, они также находились в плену мифа монолингвизма, что нельзя хорошо владеть больше, чем одним языком, либо-либо. Ну, вот даже, я думаю, что они не очень думали о том, чем и как можно овладеть, а исходили именно из представления о справедливости. То есть, когда человека заставляют насильному учить чужой язык, там английский или русский, это плохо. А чтобы человек знал Шекспира и Пушкина, надо Шекспира и Пушкина переводить на все языки. Когда в 1937 году был юбилей Пушкина, то сколько тогда говорили и писали о переводах Пушкина на неимоверное количество языков, вплоть до цыганского, что вот цыгане Пушкина заговорили по-русски. Но я думаю, что здесь то же самое, как то, на что жаловались миссионеры, скажем, в Австралии, что, как правило, если человек уверует в креста, он одновременно будет и как-то говорить по-английски. А если он на своем там каком-то языке телефол, то значит, то он останется там при своем там анимизме и еще чем-нибудь. Вот так же было на самом деле и здесь. Цыгане однажды, я это не раз рассказывал, ворвались в Министерство просвещения и требовали, чтобы их перевели на обучение русскому языку, поскольку там математику. И человек потом поехал в цыганскую школу и видел, как там цыганенку было трудно рассказывать математику по-цыгански. И спрашивается, нужно ли это. А с другой стороны, конечно, справедливость требует, чтобы, скажем, цыган... Только зачем, опять-таки, цыгану нужна математика? А если нужна, то уже будет ли он одноязычным носителем цыганского языка? Спасибо большое. У нас есть минутка времени на еще один вопрос, последний докладчику. Михаил Александрович, пожалуйста. Микрофон. Владимир Михайлович, скажите, пожалуйста, с вашей личной точки зрения, каковы причины отказа от политики коренизации? Отказа от чего? В 30-й политике коренизации. Отказа от политики коренизации, ну, тут бы, понимаете, как одна причина, что сначала ждали мировую революцию, что русский язык это все-таки очень может быть, что это какое-то временное средство межнационального общения, а дальше придумывают что-то другое. А против этого в борьбе Сталина с Троцким было выделено положение о победе социализма в одной отдельно взятой стороне. Ну что, ясно, что при таком понимании единственным языком на общение может быть русский. Ясно, что ни английский, ни французский, но и ни татарский, ни узбекский. Ясно, что только русский. Спасибо. Большое спасибо. Теперь объявляю уже второго нашего докладчика. Большое спасибо за выступление. Лариса Ивановна Маршева, Федеральный институт родных языков народов Российской Федерации с докладом, посвященным проблемам сохранения миноритарных языков в России и особенностям языковой политики в сфере образования. Лариса Ивановна, пожалуйста. Приветствую вас, уважаемые коллеги. Мы все прекрасно знаем, что проблема сохранения и функциональности родных языков малочисленных народов в современных условиях глобализации, интеграции является чрезвычайно важными и острыми, особенно для стран с полиэтническим составом, к которым относится Российская Федерация. Совершенно очевидно, что большинство языков народов Российской Федерации относятся к миноритарным, при этом обсуждению и решению вопросов механизмов регулирования языковой политики относительно малочисленных этносов и сохранения языков в нашей многонациональной поликультурной стране, уделяется этому вопросу очень серьезное внимание. Данная проблема получила свое отражение в конкретных федеральных законах, в том числе и в сфере языкового образования. Это о языках народов Российской Федерации, об образовании, о национальной культурной автономии, о государственном языке Российской Федерации и некоторых других. В настоящее время почти во всех республиках Российской Федерации приняты соответствующие законы о языках. Практически все республики своим государственным языком наряду с русским признали язык или языки титульной нации. Это отражено в большинстве случаев в законах о языках соответствующих республик. Однако все-таки проблемы сохранения и развития языков народов Российской Федерации, особенно миноритарных, остаются в числе наиболее дискутируемых при реализации государственной национальной языковой и образовательной политики. Совершенно очевидно, что нужно говорить о принципиально важном языковом образовании в регионах Российской Федерации с проживанием коренных малочисленных народов, в том числе и кочевых народов, для которых необходимо обеспечивать возможность обучения родному языку и на родном языке. Очевидно, что несмотря на все усилия, происходит существенное сужение сферы использования родного языка, в том числе и в кругу семьи. Вот почему чрезвычайно важными являются вопросы совершенствования образования, которое бы могло бы обеспечить преимущественную возможность обучения детей носителей языков малочисленных народов родному языку и на родных языках. Это проблема всех малых коренных народов, которые прозревают на территории России. Вот она, конечно же, не могла быть в полной мере, во всяком случае, решена в прежнее время, в том числе в советское, так как методика образования на родном языке для абсолютного большинства малочисленных коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока не была разработана. Воспитание и обучение детей проводилось в основном на русском языке, иногда на языке других народов, например, в случае с ивенками и ивенами, для которых русский язык заменялся на якутский. Учеными-методистами в настоящее время разрабатываются программы этнокультурного образования, задачи которых входит прежде всего в воспитание поликультурной и полилингвальной личности, ориентация на диалог культуры и их взаимообогащение. Однако, к сожалению, в настоящее время не уделяется должного внимания разработке моделей регионального образовательного пространства, основанного на реализации педагогического потенциала традиций кочевых народов. Такая работа, между тем, необходима в целях дальнейшего развития образовательной системы в регионах с проживанием кочевых малочисленных народов Российской Федерации. Для многонациональной России проблема поддержки и развития языкового и культурного многообразия – это не только вопрос сохранения этнокультурной и этноязыковой идентичности народов, но и одно из главных условий и факторов обеспечения межнационального согласия и укрепления государственности. Совершенно очевидно, что в задачи каждого государства входит не только поддержка всех народов, которые проживают на его территории, но и создание равных возможностей для людей всех национальностей, говорящих на всех языках. Бесспорно, утрата языка неизбежно ведет к потере этнокультурной самобытности. Несмотря на то, что в Российской Федерации существует давняя традиция многонациональности, многоязычности, тем не менее, многие из языков, на которых говорят на территории России, находятся под угрозой исчезновения. И, конечно, всем нам хорошо известно, что прежде всего в данном случае речь идет о языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Очевидно, что на уровне государственно-языковой образовательной политики в регионах Российской Федерации осуществляются самые различные мероприятия, меры, направленные на поддержку, развитие и сохранение родных языков. Это создание условий для использования языков коренных народов в различных сферах жизни и деятельности, создание непрерывного непрерывного обучения и воспитания, издание учебных пособий и иной литературы, создание условий для научных исследований, создание условий для распространения через средства массовой информации различных материалов на родных языках. Речь идет также о мероприятиях по подготовке и переподготовке педагогических национальных кадров. Очевидно, что все-таки много внимания уделяется организации проведению лингвистических, фольклорных и иных экспедиций по сбору материала. Кроме того, активно ведутся мониторинговые исследования по эффективности изучения родных языков, формируются медиафонды, создаются и работают национальные редакции, может быть, не в том объеме, не в том масштабе, как хотелось бы, но, тем не менее, это есть. Ну и, наконец, создаются этнокультурные центры по сохранению и развитию языков коренных малочисленных народов Российской Федерации. Нужно говорить о том, что принципиально важным являются методические рекомендации для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, которые осуществляют государственное управление в сфере образования, в виде которых находится преподавание родных языков. Здесь нужно и можно говорить о междисциплинарных научно-методических исследованиях по вопросам сохранения языков народов Российской Федерации, о возможностях их преподавания в различных образовательных организациях, и, что очень важно, это организационное сопровождение экспериментальных исследований, описание малоизученных языков, разработка учебно-методических, научных, национально ориентированных основ и моделей образования для детей коренных малочисленных народов. Кроме того, в настоящий момент, безусловно, необходима разработка актуальных социокультурных, социолингвистических, психологических, педагогических, этнолингвистических и лингводидактических моделей формирования письменной и устной речи в связи с родными языками. Разумеется, прежде всего этим могут и должны заниматься специалисты, научные сотрудники. Но, конечно же, это должно находиться в приоритетной зоне внимания у педагогов и органов исполнительной власти. И здесь необходимо безусловное содружество. Очевидно, что Институт языкознания Российской Академии Наук очень много делает, в этом смысле делает и сделал. Тем не менее, конечно же, хотелось бы, чтобы научные сотрудники, специалисты, занимающиеся серьезными проблемами, все-таки снизошли до каких-то практических прикладных задач и вопросов и помогли нам. Здесь я хочу поделиться тем, что было сделано уже за небольшой период существования Федерального института родных языков народов Российской Федерации. В настоящее время мы осуществляем разработку методических рекомендаций по проектированию учебников, учебных и методических пособий для начального и основного общего образования на родных языках народов Российской Федерации, в том числе для коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В настоящее время мы заканчиваем разработку проекта четырех учебников по родному и венскому языку для первого и четвертого классов, трех учебников по ивенкийскому языку для пятого и седьмого классов, трех учебников по литературному чтению на долганском языке для второго и четвертого классов, а также четырех учебных пособий по телеутскому языку для первого и четвертого классов. Здесь нужно говорить о том, что в результате наших мониторинговых исследований, которые мы в этом году уже проводим в третий раз, была выявлена проблема недостаточного количества, а в некоторых случаях и полного отсутствия произведений художественной литературы, которые написаны на родном языке коренных малочисленных народов Российской Федерации. В связи с этим наш институт готовит три сборника переводной литературы на эвенском, удыгейском и саамском языках, которые могут быть использованы как книги для чтения при реализации образовательных программ в общеобразовательных организациях. В прошедшем году сотрудники нашего института выполнили задачу по разработке программ по адыгейскому языку и литературному чтению на адыгейском языке. Эти программы были включены в реестр примерных основных образовательных программ. На настоящий момент к завершению подходит подготовка программ по родному венкийскому языку для 1-4 классов, по литературному чтению на долганском языке для 1-4 классов, Родному телеутскому языку 1-4 класс и родной венкийский язык 5-9 класс. Кроме того, можно говорить о том, что нашим институтам параллельно мы очень внимательно следим за вашими достижениями, за достижениями сотрудников института языкознания. Мы параллельно занимаемся реализацией мер, связанных с концепцией преподавания родных языков в школах Российской Федерации, а также с концепцией непрерывного этнокультурного и поликультурного образования в Российской Федерации. Мы знаем, что эта концепция основана на национальной доктрине образования в Российской Федерации. Данная концепция призвана обеспечить конституционные права и свободы граждан России в области сохранения и развития национально-культурного наследия каждого народа нашей страны. В этом документе, очевидно, намечаются перспективы развития образования и условия сохранения этого развития. В этой же концепции предусматривается решение вопросов сохранения, развития и преподавания языков коренных малочисленных народов Российской Федерации. Совершенно очевидно, что работа по возрождению этнических языков, по их сохранению, сбережению может послужить стимулом для решения многих проблем, которые не имеют прямого отношения к языку. Известно, что повсюду в мире малочисленные народы подвергаются социальной, экономической маргинализации, которая может быть преодолена или хотя бы уменьшена благодаря восстановлению и повышению статуса языков этих народов. Успешная ревитализация языка автоматически ведет к повышению самосознания его носителей, что в свою очередь стимулирует их социальную и экономическую активность. Кроме того, известно, что приобретенное в раннем детстве двуязычие или даже многоязычие, когда необходимо овладевать языком государственным и в то же время родным языком, имеет только положительное влияние на обственное развитие человека. Многоязычному человеку всегда все-таки легче осваивать другие языки, он легче, гибче адаптируется в многоязычной, многокультурной среде. Очевидно, что каждая личность отождествляет себя с определенным этносом, узнает, идентифицирует себя в его истории, культуре, а следовательно, конечно же, осознает свою значимость в сохранении этнокультурной идентичности. В современных условиях люди и страны, испытывая совершенно очевидный духовный национальный кризис, все-таки все чаще задаются вопросами собственной идентичности. И поэтому особое значение, конечно, приобретает проблема сохранения этой самой этнокультурной идентичности. В связи с этим нужно говорить о том, что в настоящее время требуется научное обоснование с точки зрения дидактики, использование возможностей традиционной этнической культуры, которая, конечно же, определяется этническим идеалом, педагогическими идеями. Эти педагогические идеи, безусловно, имеют специфику, связанную с конкретным регионом, но при этом, конечно, необходимо, жизненно необходимо, остро необходимо теоретическое осмысление и обоснование обучения детей в культуре этноса как социально-педагогического феномена с учетом специфики условий жизни материальной и духовной культуры конкретных народов. Значительную роль в решении этих вопросов, вопросов, связанных с совершенствованием методики преподавания в регионах, где проживают малочисленные народы, конечно же, должна сыграть научно-обоснованная база этнокультурного, поликультурного и полилингвального образования. Такой подход, я еще раз повторю, тесно связан с вопросами сохранения, развития языков и литератур и, если говорим шире, то и культуры. Кроме того, я бы хотела сказать в заключение о том, что многие ученые-методисты, изучая проблемы обучения родным языкам, полагают, и об этом говорится все больше и больше, все основательнее и основательнее, что без общения в семье, в детской среде, без необходимой, постоянно развивающейся, поддерживаемой мотивации читать, писать и говорить на родном языке, трудно заложить знания родного языка. И мы можем выразить надежду на то, что с появлением новых технологий, на их стремительный рост, в связи с той работой, которая сейчас проводится в связи с популяризацией родных языков, с введением учебных предметов в предметных областях родной язык и литературное чтение на родном языке, родной язык и родная литература, появляется серьезный стимул к изучению родного языка и у самих носителей этих языков, и у самой широкой общественности, в том числе, конечно же, научной. Ну, собственно говоря, человек, познавший ценности национальной культуры, научившийся думать целостно, будет нравственно действовать во благо Отечества. Это, конечно, очень высокие слова, с одной стороны, с другой стороны, это вполне себе тривиальная мысль. Тем не менее, мы с вами хорошо понимаем, что когда речь идет действительно о нравственном переживании того, что связано с обучением, в том числе с обучением и изучением родных языков, чрезвычайно принципиально в настоящее время. Благодарю за внимание. – Лариса Ивановна, большое спасибо за ваш доклад. Будут ли у нас вопросы? У нас еще есть некоторое время на вопросы. Пожалуйста. Михаил Александрович, да, пожалуйста. – Лариса Ивановна, вы несколько раз упомянули о мониторинговых исследованиях. И есть ли у вас информация о том, как выполняется поручение президента 2015 года, в котором требовалось ежегодно проводить мониторинг изучения и использования языков народов Российской Федерации и докладывать ему к 10 декабря результаты? Что-нибудь вы про это знаете? – Речь идет даже о докладе в самом начале ноября. Безусловно, подобная информация в виде доклада, основанного на мониторинговых данных нашего института, она, собственно говоря, ежегодно подается. Это да, конечно. – И она доступна где-нибудь? – Она является доступной. Собственно говоря, я об этом постоянно говорю. Мы, наш вот институт, Федеральный институт родных языков народов Российской Федерации, мы абсолютно открыты для всякого рода контактов. Просто мы ждем официальное письмо и готовы поделиться любой информацией, в том числе связанной с мониторингами. – Спасибо. – Спасибо большое. Василий Харитонов, пожалуйста, вопрос. – Да, спасибо за доклад. У меня такой вопрос, связанный с полилингвальными моделями образования, про которые вы говорили. Вот сейчас в России они практически не реализуются, а если реализуются, то чаще всего нелегально, то есть существует в виде практик, которые нелегализованы, к сожалению. – И вообще-то идея о том, что языки находятся в некоторой иерархии, но это не для всех мест актуально, но даже и для республик часто можно себе представить ситуацию, что есть русский язык, литературная норма, диалекты, а также есть несколько многоязычных регионов, например, Якутия, Дагестан. – И, соответственно, в той или иной степени до последнего времени существовали такие полилингвальные принципы, практики в образовании, но они все больше нивелируются и чаще всего считаются на всех уровнях образования, что если в рабочей программе написано, что она реализуется на русском, то это понимается как только на русском. В то время как уже новая идея полилингвальных моделей, она пока еще не вошла в обиход, кроме Осетии, мало какие случаи можно назвать. Какие у вас соображения на этот счет, как эту практику можно было бы в ряде случаев легализовать и в остальных случаях, соответственно, ввести? – Ну, прежде всего я скажу о том, что 19 ноября наш институт, естественно, совместно с Министерством просвещения Российской Федерации впервые проводит конференцию, как раз центральной темой которой является полилингвальное образование в школах России. Очевидно, что полилингвальное образование действительно сейчас находится в некотором упадке, но ему нужно, на мой взгляд, уделять очень много внимания. И существуют проекты, связанные не только с родными языками, которые изучаются в предметных областях или во внеурочной деятельности, но и с языками, вот как вы сказали, с языками обучения. Подобная модель полилингвального образования действительно в настоящее время реализуется в Осетии, реализуется в Татарстане и отчасти очень много наработок, но она просто не до конца еще продумана и выстроена в Республике Якутия. Планируется, что это будет развиваться, и это будет развиваться действительно прежде всего, начиная с двуязычной модели, с модели билингвальной, а потом распространится и на трехязычную модель. Речь идет о русском государственном, о родном языке и об английском языке. Вот в Татарстане, например, это реализуется очень неплохо, причем на всех уровнях образования, начиная от дошкольного. Большое спасибо. У нас еще есть краткий последний вопрос от Артема Федоринчика. Две минутки у нас осталось в расписании. Спасибо. Да, я на самом деле хочу сказать, что спасибо за то, что вы делаете линейки учебников, это действительно очень важно, но по моим наблюдениям сейчас дети, ну и там школьники вообще ориентированы не столько на письменный контент, сколько на медиаконтент. И было бы очень хорошо еще и по возможности уделять внимание каким-то медийным продуктам. Безусловно, мы этим тоже уже постепенно начали заниматься, потому что совершенно очевидно, что без, скажем так, в широком смысле онлайн-инструментов сегодня никакое образование, в том числе языковое, немыслимо. И мы уже, ну какие-то проекты частично реализуются, они уже в этом году, а дальше они планируются только, ну только к развитию, скажем так, к усилению. Спасибо большое. Извините, пожалуйста, у нас еще есть один вопрос от Егора Кашкина. Пожалуйста, одна минутка. Спасибо. У меня вот вопрос, понимаем ли мы, что вообще преподается в школах России, но не обязательно в национальных республиках, вот в принципе про то, какие бывают в России языки, да, что с ними происходит, почему их важно сохранять, про то, ну что важно к носителям других языков, да, и к речи на других языках относиться с толерантностью, да, так скажем. Вот может быть стоит, ну как бы сверху что-то думать про программы, я даже не знаю там почему, вот общество знаний или экономической географии, или по какому предмету, чтобы в принципе, да, вот у нас в образовании идея того, что у нас полилингвальная страна, и того, что языки нужно уложить, сохранять, чтобы эта идея была тоже представлена. Ну, собственно, только можно согласиться, только можно согласиться, и на самом деле в Министерстве просвещения, между прочим, вот готовится в самое ближайшее время к реализации проект «Живое общество знаний», и к этому родные языки, ну скажем так, контент, связанный с родными языками, тоже будет подключаться. Спасибо. Спасибо. Большое спасибо. Объявляем следующий наш доклад Михаил Александрович Марусенко и доклад, посвященный сохранению традиционных наследственных языков в свете национально-функциональной парадигмы языковой политики. Пожалуйста. Видно презентацию? Да. Да. Видно, да? Да, прекрасно. Хорошо. Языковая система, которая сложилась в Российской Федерации, начиная с 90-х годов прошлого века, долгое время находилась в состоянии прямолинейного поступательного движения, вектор которого задан был еще в 20-х годах, о чем нам рассказал Владимир Михайлович сегодня. Но сегодня, очевидно, она достигла точки буферкации, о чем свидетельствует принятие федерального закона о внесении изменений в статьи закона об образовании и новая редакция 68-й статьи Конституции. Во всем мире происходит процесс сокращения численности носителей монолитарных языков и исчезновения языков с малым числом носителей, и по подсчетам французского лингвиста Клода Ажежа, каждые две недели в мире исчезает один монолитарный язык. С этой точки зрения интересно проанализировать динамику изменения языковой ситуации в современной России. Принято считать, что самыми уязвимыми являются языки малочисленных коренных народов, которые подвержены опасности в Миране, и у них нет шансов на сохранение языка. Однако на самом деле депопуляция не является главной причиной языков и сокращением их использования. Так, например, кавказские народы по данным переписи 2002-2010 годов, но нужно сказать, что вообще к данным переписи необходимо относиться с определенной осторожностью, потому что там нигде не анализируются компетенции. То есть самооценкой человек, который знает там какие-то шаблонные приветствия, он может заявить уже, что он владеет этим языком. И вот лидерами этого антирейтинга являются языки закавказцев, у которых нет мест компактного расселения, ну, кроме небольших городов, и там за 8 лет потери составили там, видите, от 27 до 40 процентов. Точно так же теряют своих носителей и дагестанские языки, и адыгейские языки. Ну, вот, например, ингульский язык упал на почти 25 процентов. И в четвертой статье закона о языках народов Российской Федерации говорится, что социальная защита языков предусматривает проведение научно обоснованной языковой политики, направленному и так далее. Ну, вот, я бы хотел сегодня, значит, порассуждать о том, как исследования в области языковой политики, проводимые вообще, так сказать, во всем мире, могут определить вектор языковой политики, направленной на сохранение языков народов Российской Федерации. Вот те несомненные успехи языковой политики, которые были достигнуты в Советском Союзе, начиная с 20-х годов, и которые, кстати, признаются мировым сообществом, потому что, когда, например, Европейский Союз начал вырабатывать требования к языковой политике в постсоветских государствах, которые вошли в Европейский Союз, то они с удивлением увидели и должны были признать, и они это признали и признают до сих пор, что в Советском Союзе были проведены гораздо более радикальные изменения, чем то, что могли себе вообще представить эти цивилизованные европейцы. Ну, вот эти вот успехи, которые, начиная с 50-х годов прошлого века, когда произошел распад колонянных систем британской и французской, были очень положительно восприняты новыми независимыми государствами, которые пытались подорожать, все они были многоязычными и пытались создавать систему письменности на разных языках, вести обучение на национальных, на миноритарных языках и так далее. Все это привело к формированию того, что сегодня называется лингвистическим политкорректным дискурсом. Ну, начало этого положило издание «Использование местных языков в образовании» Дунеско, 1953 год. Ну, а вообще-то такое свое концентрированное выражение, эти утверждения получили в документах Летнего института лингвистики в Далласе, который известен как Sea International и который ведет, но известный всем, наверное, атлас языков мира, находящихся под угрозой исчезновения. И вот это кредо, оно основано на семи положениях, которые мы видим на слайде. И первым положением является то, что все языки равны. Далее, все языки для некоторых необходимо пополнять лексики, могут одинаково выражать все человеческое знание. Все языки должны иметь письменную форму. Носители имеют право на образование на своих первых языках. Миноритарные языки имеют право на официальное признание. Языки, как элементы культурного наследия и вида, находящиеся под угрозой, должны иметь защиту. Потеря языка – это потеря своих корней и своих культур. Ну, вот все эти положения, они по выражению французского философа Роланда Барта представляют собой доксы, то есть правдоподобные истины, которые при ближайшем рассмотрении таковыми не являются. И, например, скажем, для африканских стран предложения типа «все языки должны иметь письменную форму» не могут быть применены, если учесть число языков, которые используются в некоторых странах, и там они достигают трех-четырех сотен. И вот проведение этой политики, как убедились лидеры этих независимых, новых независимых государств, не способствовало положению их носителей, не позволяло достичь устойчивого развития, бороться с голодом, детской смертностью, спидом и так далее. Первое положение о равенстве языков, оно противоречит известному в языковой политике, в социолингвистике в меньшей степени так называемому закону Нильде, который такой в афралистической форме имеет вот формулировку «нет контакта без конфликта». Значит, Петер Нильде, немецкий исследователь, очень активный в Европейском Союзе по части формулирования языковой политики, считает, что в момент контакта двух языков возникает ситуация языкового конфликта, которая либо разрешается острым конфликтом этническим или национальным, либо приводит к формированию дегласии, при которой с течением времени мажоритарный язык закрепляет за собой высшие коммуникативные функции и называется высоким языком, а миноритарный язык используется в низших коммуникативных функциях. Это этническая культура, образование до некоторого уровня внутриобщинное и межличностное общение, и называется низким языком. Но нужно сказать, что вот эти названия, конечно, которые очень, так сказать, чувствительно воспринимаются носителями того и другого языка, они не относятся к самому языку, а относятся только к тем функциям, которые язык закрепляет за собой. Эти функции имеют иерархическую структуру, поэтому, значит, те высокие, высшие относятся к высокому языку, а низшие к низкому. И вот этот термин равенство языков, он не используется в российском институциональном дискуссии, где применяется термин равноправие языков. Вот в законе языках народов Российской Федерации там есть статья номер 2, которая называется «Государственные гарантии равноправия языков народов Российской Федерации» и дается определение равноправия языков народов Российской Федерации, совокупность прав народов и личности на сохранение всестороннее развития родного языка, свободу выбора и использования языков общения. И дальше, значит, вторая часть этой статьи, в ней содержатся гарантии соблюдения прав народов на сохранение и использование родного языка. И вот эта ситуация, которая сложилась после... В середине прошлого века началось это движение с 50-х годов, но уже к 80-м, 90-м годам сложилась новая парадигма языковой политики, которая получила название национально-функциональной, и она, значит, в какой-то степени противопоставляется предыдущей парадигме, которая называется этнокультурной, и в которой главной целью языковой политики считается сохранение языкового разнообразия в максимальном количестве его форм. Существует три подхода к языку. Это язык как проблема, язык как право и язык как ресурс. Язык как проблема – это в основном сфера, которой занимаются специалисты по этнокультурной политике. Язык как право – это экология языков, а язык как ресурс – это постулат национально-функциональной парадигмы. И положение о том, что язык является ресурсом, это такой удар по позиции тех, исследователь, который считает его проблемой и в первую очередь это защитники языкового разнообразия. И вот ресурсно ориентированный подход к языку, он изменил отношение общества и государства к языкам, языковых группам. И после Второй мировой войны и распада мировой колониальной системы многие переходные нации – это, так сказать, вот такая категория, к которой относятся и Российская Федерация. Сегодняшний день стали осознавать связь между языками, существующими социально-политическими проблемами и задачами развития. И пришли к убеждению, что этнокультурная парадигма, она представляет собой угрозу единства государства, территориальной целостности и не позволяет добиваться устойчивого экономического развития. сформулировал и сам термин национального функционального парадигма известный исследователь в области языковой политики Джошуа Фишман. И сутью его концепции является то, что использование мажоритарного или международного языка принимается не извне, как в парадигме языкового империализма, на которую часто ссылаются сторонники этнокультурно-языковой политики, а самими национальными акторами, которые находятся в национальной среде и находятся под влиянием сочетания социальных, культурных, политических, экономических и демографических факторов. И сторонники этой концепции считают, что языковые политики, которые оказывают предпочтение коммуникативно-мощному языку, способствуют интеграции многоязычных наций, ведут к снижению затрат по сравнению с развитием местных языков, расширяют возможности для коммуникации в сферах образования, науки, технологий, торговли и интернета. И еще раз, для того, чтобы вина была разницей, повторю, что в предыдущей этнокультурно-языковой парадигме языки рассматривались прежде всего с точки зрения сохранения языкового разнообразия. Что мы имеем в Российской Федерации? Распад Советского Союза и образование на его территории новых национальных государств привели к интенсификации клинических процессов, которые спровоцировали дискульсивное переосмысление истории СССР. Это привело к такому общему ахаиванию, скажем, и советской языковой политике. И внутри России тоже стали проявляться конкуренция и существование разных национальных и националистических идеологий. Это привело к изменению статуса всех языков и в том числе русского языка. С другой стороны, модернизация экономики и глобализационные процессы вызвали конфликт между старой и новой идеологиями, и это изменило систему представлений об отношении языков в обществе. Значит, языковая политика существует в двух вариантах. Есть политика, которая называется английским термином top-down, сверху-вниз, и которая осуществляет государство. Есть политика, которая называется bottom-up, снизу-вверх, которую осуществляют граждане. Это их представление об оптимальном соотношении языков. И вот для того, чтобы вообще политика достигала положительных результатов, нужно, чтобы оба этих вектора совпадали. И в России для того, чтобы хотя бы номинально можно было обеспечить равное будущее, Россия должна предоставить всем равный доступ к образованию. Далее цитирую журналистку известную Анастасию Веронову. Для людей, не имеющих языкового капитала, стартующих не с русского языка, этих возможностей меньше. В успешных сферах, за исключением технической преступности, трудно найти людей с проблемами в русском языке, потому что у них с детства формируется воспроизводство отставания в человеческом капитале. Именно поэтому многие представители на национальных меньшинств хотят дать своим детям равные возможности с русскоязычными детьми образования на русском языке. И вот все это, и движение сверху, которое имеет цель укрепления территориальной целостности в национальном единстве, и движение снизу, которое выражается в пожеланиях родителей, привело к изменению известных нам законодательных текстов, которые вызвали резкие дискуссии в ряде национально-территориальных субъектов Российской Федерации. Вот все это свидетельствует о том, что верхи и низы, ну вот как Владимир Ильич Ленин учил это, значит, может сложиться революционная ситуация, они совершают, совершили переход к новой парадигме, национально-функциональной, которая уже на протяжении полувека используется во многих мультиязычных и мультиязычных государствах. К этим государствам относятся все страны БРИКС и так называемые новые азиатские тигры, это Малайзия, Индонезия, Филиппин и Сингапур, и которая позволила им добиться значительных успехов в экономическом и социальном развитии. В этой парадигме язык рассматривается как средство роста языкового капитала человека, неотъемлемой частью которого является языковой капитал. А языковой капитал – это владение высокостатусным, мажоритарным языком, который используется группами, обладающими экономической, социальной, культурной и политической властью, местным, национальным или глобальным масштабе. Вот именно поэтому родители отдают своих детей в школы с обучением на мажоритарном языке. У нас таким языком является русский. Хотят обеспечить им хорошее будущее. И в колониальную эпоху, скажем, знание английского языка обеспечило тонкому слою местного населения социально-экономическую привилегию. А в Российской империи, позднее в Советском Союзе, периферийные и элипки стремились обучать своих детей на русском языке. Теория языкового капитала более адекватно описывает современную ситуацию тем теорией языкового империализма. Она утверждает, что распространение русского языка является результатом сознательного и информированного выбора и настаивает на положительных последствиях этой идеологии, потому что она охватывает более широкий спектр отношений, чем только доминирование и подчинение. Кроме этого, она акцентирует внимание на роли образования в производстве и воспроизводстве культурного капитала. Таким образом, вот эта теория языкового империализма, разработанная Робертом Филипсоном на материале английского языка, но она очень часто привлекалась и в России, когда представители миноритарных языков жаловались на засилие русского языка и всякий раз смена языка с миноритарного на мажоритарный рассматривалась как принудительное и, так сказать, обусловленное давлением русского языка. И даже был изобретен термин язык глотафа, который пожирает другие языки. И вот если рассматривать теперь все это, о чем я сказал, с точки зрения защиты и сохранения миноритарных языков, то залогом их сохранения использования в будущем может стать не отрицание дегласии и утверждение несуществующего равенства, а наоборот ее укрепление, то есть разделение, защита и закрепление за этими языками функции низкого языка, то есть использование в сферах культуры, образование до определенного уровня внутриобщинного и внутрисемейного общения, что закреплено в статье первой законной языков, о языках народов Российской Федерации, где говорится, что обязательность использования государственного языка Российской Федерации не должна толковаться как отрицание или умаление права на пользование государственными языками республик, находящихся в составе Российской Федерации, языками народов Российской Федерации. Вот что я хотел сказать и спасибо за внимание. Михаил Александрович, большое спасибо за ваш доклад, за то, что уложились вовремя. У нас еще есть несколько минут на вопросы. Есть ли вопросы у нас? Артем Федоринчик, пожалуйста. В чате был вопрос, я не знаю, есть ли смысл на них тратить. Ну вот я хотела потом на чат переключиться, просто вы ранее сказали, ну хорошо так. Екатерина, давайте я вас пропущу. Екатерина Груздева, пожалуйста. Здравствуйте, большое спасибо за ваш интересный доклад. У меня вопрос относительно дискурсов, которые мы имеем дело и которые мы оперируем, когда говорим о миноритарных малых языках. Скажите, пожалуйста, вот такой дискурс, вы привели пример журналистке, которая пишет об отставании человеческого капитала, об отсутствии языкового капитала у тех, кто, ну скажем так, не владеет русским языком с детства. Кроме того, тот термин, который вы привели, ну это, естественно, международный термин, пришел к нам из английского языка, низкий язык, низкий статус языка. Как вам кажется, не... Какой, извините, я не услышал. Низкий язык. А, да. Низкий язык. Да, да. Да, да. Мой вопрос заключается в том, что мне кажется, что такого типа дискурс никак не помогает нам в сохранении миноритарных языков, а наоборот, как бы подталкивает в противоположную сторону вектор. Мы, как бы говоря, и используя такие термины, вот которые использовались, в частности, которые вы приводили в вашем докладе, к сожалению, как кажется, приходим к какому-то противоположному результату. Мне кажется, что такого рода дискуссию имело бы, может быть, смысл вести в несколько другом дискурсе, именно для того, чтобы люди, которые слушают и пытаются... То есть тот самый информированный дискурс, может быть, должен был быть построен как-то иначе. Как вы думаете? Какое ваше мнение? Ну, во-первых, я сказал, что эти термины высокий язык и низкий относятся не к языкам, а к тем коммуникативным регистрам, которые за ними закрепляются. Но в целом вот это вот укрепление дегласии, оно может способствовать сохранению этих языков. Не нужно только создавать у носителей иллюзию, что, скажем, язык, имеющий там пять тысяч носителей и который используется только для внутриобщинного или внутрисемейного общения может конкурировать с русским языком и использоваться в сфере государственного управления. Вот в первой части сегодня у нас была очень интересная дискуссия по поводу башкирского языка, что башкирский язык имеет достаточное количество носителей. Он является языком изучения в школах, но, скажем, отсутствует терминологическая комиссия и пополнение терминологии, которая сегодня в связи с цифровизацией, глобализацией и всеми прочими там и я процессами не происходит. Значит, нужно развивать его в тех сферах, где он может развиваться. Индусы 40 лет, потратив миллиарды рупий, занимались пополнением терминологии на хинди и урду языках. У них там тысячи людей этим занимались, там целые институты, полтора миллиона терминов. Они изобрели и отказались от этого. И теперь у них высоким языком является английский язык. А хинди и урду прекрасно и там у них полторы тысячи еще всяких местных языков, они развиваются, но в тех сферах, где они могут развиваться. То есть нужно конкуренцию устранить, потому что конкуренция закончится понятно победой какого языка. И развивать эти языки в тех сферах, где они могут развиваться, где они нужны носителям. Так что ничего тут я не вижу плохого, если только не цеплять вот эти термины высокие, низкие к языкам, что один язык хороший, другой плохой. Есть совсем по-другому. Смотрите, вы говорили о том, что очень сложно существовать рядом с большим языком и малым, низким, высоким, это терминологически можно по-разному называть, но не суть важная. Мне кажется, наверное, да, если мы ставим вопрос или-или. Мне очень нравится эта практика квотирования, которая применяется в некоторых странах. например, в Эстонии у нас есть такое предписание, что 60% школьных предметов должно быть на эстонском языке, а 40% может на каком-нибудь другом. Тогда получается, что мы создаем ситуацию, когда люди сталкиваются и с миноритарным языком, и с мажоритарным языком, и усваивают оба языка. Мне кажется, например, в контексте России это был бы очень интересный подход. Ну, вы знаете, вот как раз я ссылался на изменение в законе образования, где написано, что выбор языка обучения и языка обучения это право человека, либо его родителей, попечителей и там кто там еще, усыновителей. То есть государство не устанавливает эти пропорции, человек сам выбирает на каком языке ему учиться и какие языки изучать. Свобода. Ну, насколько я знаю, нельзя выбрать обучение 50 на 50. Нет. Человек может отказаться. Почему все это было? Начиная с 15-го года были там очень большое количество обращений к президенту о том, что в некоторых республиках русскоговорящие детей в обязательном порядке заставляет изучать государственные языки республик. Причем начали это дело не русские, а русскоговорящие. Ну, в частности, началось это в Татарстане, где, значит, мама татарка обратилась к президенту, говоря, что мой ребенок свободно говорит по-татарски и не нуждается в изучении татарского языка в школе, потому что он ему в дальнейшем при учебе в ВУЗе или при работе не пригодится. И там целое пошло движение и все такое. Поэтому как бы общий, так сказать, вектор этого дела это на расширение свободы людей и соответствует всем международным документам, где говорится, я многократно все опубликовал о том, что люди имеют свободу в выборе того языка, которым они могут пользоваться, на котором они учатся, который они изучают, и это никак не связано с их этническим происхождением. Поэтому вот такое навязанное там 60 на 40, 50 на 50. Эти формы двуязычного обучения могут такие существовать. Но человек сам может выбрать ту форму, которая ему кажется наиболее. И часто они выбирают руководствовавшись интуитивно тем, что потом назвали теорией человеческого капитала. Спасибо большое. Айсаня Николаевна, готовы ли вы? Добрый день, уважаемые коллеги. Приступаем к докладу. Пожалуйста, первое слово профессору Моники Вингендер. Здравствуйте, дорогие коллеги. Я сердечно приветствую вас из Германии. Мне очень жаль, что я сегодня не могу быть у вас в Москве. К сожалению, только что начали у меня проблемы с интернетом. Я очень надеюсь, что все будет хорошо. открываю нашу совместную презентацию. Все видно? Да. Согласно названию нашего доклада мы рассмотрим два аспекта. Динамику развития языковой политики Российской Федерации и социолингвистическое прогнозирование. Тематика прогнозирование развития языков сегодня очень актуальная тема в социолингвистике. На сегодня отсутствуют адекватные прогнозические методы и модели динамики языковой политики. Соответственно, наш доклад посвящен этому исследовательскому дезидератору. Таким образом, мы сегодня рассмотрим основные шаги разработки прогнозических моделей в социолингвистике. На этом слайде вы видите структуру нашего доклада. В первой части я кратко опишу основу нашего доклада, то есть наш совместный социолингвистический проект, а затем перейду к концепциям и методологиям и наконец представлю многофакторную модель прогнозирования языкового развития, которую мы с АИСой разработали. Во второй части доклада АИСа покажет, как нашу модель можно применять для анализа развития языков России. Сегодня в центре нашего внимания три языка тубинский, кальмутский и язык тазов. В следующем шаге АИСа проанализирует сценарий языковой политики и в концу нашего доклада в выводах опишет коррелационные факторы согласно нашей модели. Начнем с новой нашего доклада. международный проект с названием «Методы прогнозирования и будущие сценарии развития языковой политики на примере многоязычной Российской Федерации». Этот проект исходит из совместного конкурса РФФИ и ДФГ – это немецкое исследовательское сообщество. РФФИ и ДФГ финансируют наш проект на три года. Мы сейчас на первом году и презентируем сегодня первые промежуточные результаты. Что касается теоретика методических рамок нашего проекта, мы анализируем социолингвистическое прогнозирование как инструмент языковой политики и мы используем метод сценария в рамках междудисциплинарного подхода и при этом один из самых важных факторов – это развитие многофакторной модели как основы прогнозирования. Теперь несколько слов об эмпирических исследованиях. Это половые исследования в тюркоязычных республиках, монголоязычных республиках, кавказских и финно-угорских республиках. Таким образом мы покрываем большой функциональный спектр разных языков. Первые идеи для нашего проекта мы развили в рамках следующих совместных публикаций. В прошлом году о сценариях языковой политики России и два года назад совместно с Видой Юсовной Михальченко о прогнозировании языковым многообразиям Российской Федерации. Проект направлен на решение важной научной проблемы прогнозирования развития языковых ситуаций и стратегического планирования языковой политики в Российской Федерации. С этим связаны два аспекта. Анализ и описание языковой ситуации в Российской Федерации на базе многофакторной модели. Этим занимается ИСА и представить через несколько минут. И развитие прогностических методов в рамках языковой политики, потому что понятия и методы социолингвистического прогнозирования до сих пор недостаточно разработаны. Это теперь моя задача. Несколько слов о концепциях и методологиях. Главный этап нашего проекта это разработка прогностических методов языковой политики. С этим мы занимаемся на базе сценариев будущего. Я теперь дам краткое определение, что такое сценарий будущего, а затем представлю нашу модель. Таким образом мы понимаем прогностические модели в соответствии с концепцией сценариев будущего. Здесь я цитирую из статьи Давыдчика, мы перевели из английского. Сценарий служит для оценки возможных будущих событий и тенденций развития, чтобы быть лучше готовыми к ним. Они не предсказывают, а их не следует соизмерять с вероятностью совершения событий, поскольку это предлагает, что в будущем произойдут только наиболее вероятные события. Были ли события 11 сентября, падение Берлинской стены или Брексит вероятными событиями? Наверное, нет, но было бы мудро с нашей стороны, если бы мы подготовились к таким радикальным вероятностям в будущем. Возникает вопрос, каким путем мы подойдем к сценариям? Наш ответ, мы не снабжены крустальными шарами, а социолингвистическими методами. И соответственно, основа нашего методов сценариев это развитие многофакторной модели. Наше исследование хочет ответить на следующий вопрос, каково будущее многоязычия многонациональной России? Здесь вы видите наши шаги исследования. Это систематическая идентификация факторов, которые имеют значение для динамики языковой политики и языковой ситуации, моделирование факторов и их отношений и описание корреляций между факторами. Таким образом, мы развили основу для динамической многофакторной модели, которую мы представим на следующем слайде. На текущем этапе проекта мы работаем с трьми компонентами. На слайде вы видите национальные и федеральные компоненты, затем локальный компонент и, кроме того, лингвистический компонент. Эти три компонента приводят к результирующим факторам. Это главная структура нашей модели, теперь к деталям. Национальные и федеральные компоненты мы анализируем в рамках разных контекстов, а именно политический, исторический, географический, культурный, конфессиональный, экономический и в контексте ИКТ. К факторам локального компонента принадлежат разные мощности, демографическая, коммуникативная, символическая. Кроме того, очень важны и следующие факторы языковой активизм, региональная языковая политика и языковая компетенция. В рамках лингвистического компонента мы анализируем степень стандартизации и номерованности языка, письменность, разработанность корпуса и языковые контакты. Из этих компонентов результируют следующие факторы конфликтогенный потенциал, языковой сдвиг, ассимиляция, языковая смерть, языковой активизм, движение сохранения языка и культуры. Таким образом, мы понимаем нашу модель, как динамическую модель. Значит, мы анализируем не только отдельные компоненты и их факторы, но хотим прежде всего систематически описать коррелации между всеми компонентами и факторами. Теперь Аиса продолжит с описанием развития языков России в рамках многофакторной модели. Моника, благодарю. Я продолжаю. Таким образом, модель должна отображать корреляции между признаками и отражать динамику развития языковой политики. Нам кажется, что правильным видится построение двух перспектив развития одной для мажоритарных языков, а другой для миноритарных языков, поскольку эти языки обладают разными социально обусловленными возможностями распространения и еще разными социальными потребностями функционирования. Наша команда анализа языковой политики в России в рамках языковой биографии народа, как уже профессор Венгендер сказал, проводит на примере нескольких республик. Республики Татарстан, Тыва, Якутия, Калмыкия, Карелия, Чеченская республика, Дагестан и Приморском крае. И эти регионы мы отобрали по принципу ключевых акторов, то есть активистских движений, дебатов и ключевых моделей языковой ситуации в России. Мы исходим из положения, что всю совокупность языковых общностей России можно описать последующим моделям развития. Устойчивый тип развития русский язык, перспективный тип развития чеченский, татарский, якутский, тувинский языки, нестабильный тип развития калмыцкий, карельский, языки Дагестана и слабо перспективный тип развития языка, например, язык тазов. Поскольку во времени мы не ограничены, обозначим три этнические группы и три языка калмыцкий, тувинский и язык тазов. Давайте посмотрим, как эти факторы играют в том или ином регионе. Тувинский язык республика Тува. Действительно, тувинский язык является государственным языком республики Тува, но государственная и институциональная поддержка довольно слабая. Вот в этом году изменения в лучшую сторону происходят, например, в сфере образования, об этом я чуть позже скажу. Относительно тувинского языка, вот исследователи в нашей команде Чичек Сергеевна Цибенова говорят, что два события в истории народа значительно повлияли на состояние современной тувинского языка и вообще языковую ситуацию. Во-первых, то, что тувинцы имели свою государственность, Тувинскую народную республику с 21 по 44 год. И, во-вторых, Тува вошла в состав СССР намного позже других национальных республик, лишь в 44 году. И до официального вхождения в 44 году в состав СССР Тува представляла собой в принципе закрытую территорию, республик, что, конечно, способствовало постепенному росту численности коренного населения республики. И за этот период, 21-44 год, произошло становление различных жанров, стиля языка, вообще формирование литературной формы литературного языка. И поэтому исследователи говорят, что исторический контекст для тувинцев сложился таким образом, что изменения, происходящие сегодня в языке, в языковой ситуации, протекают на 2-3 поколения позже, чем у других народов России. Географическое расположение тоже может благотворно повлиять. Саянские горы отделяют от остальной части России, железнодорожное сообщение отсутствует, авиасообщение появилось только 2 года назад. И вообще изначально вот такое расположение географическое не способствовало массовому проникновению русскоязычного населения. Значит, расселение компактное, высокая демографическая мощность, 82% тувинцев проживает в Туве. В основном это моноязычные районы и основной язык общения тувинский язык. Но в Кызыле, к примеру, мы были там летом, конечно, этот языковой сдвиг, процессы начинающиеся, они ощутимые. Неблагоприятный экономический фактор. Вот сегодня мы прослушали доклад Ольги Анатольевны Казакеевича, и вот про экономический фактор она говорила тоже. Но нам кажется, что экономический фактор следует рассматривать еще с другой точки зрения. Вот неблагоприятное экономическое состояние региона, а соответственно и группы носителей показывает очевидную связь между экономической мобильностью, люди вынуждены выезжать, миграция сильная, урбанизация внутри региона и так далее. Фактор ИКТ информационно-коммуникативных технологий оказалось, что очень важен для многих регионов, для многих народов. И он, конечно, как исследователи указывают, туинский язык присутствует в этой сфере, но требуется такой серьезный ребрендинг для привлечения массового внимания молодежи и так далее. А с другой стороны, вот сколько мы бы не разговаривали с местными экспертами, ИКТ это основная причина языкового сдвига среди младшего поколения, даже в отдаленных моноязычных селах, дети естественным образом переходят на русский язык через канал-карусель, через гаджеты и так далее. У туинцев очень высокая пока коммуникативная мощность языка. И вот здесь надо сказать, что в 17-м году после введения добровольного изучения вдруг было принято решение перевести обучение в туинских школах с туинноязычных учебников на русскоязычные учебники. В этом году мы были свидетелями в августе споров, что эти дети, которые участвовали в этом эксперименте, в этом году сдавали ЕГЭ и оказалось очень плохие результаты. Они не преуспели ни в том, ни в другом языке. И учителя сельских школ сами рассказывали, что дети приходят в школу с туинским языком, не зная русского языка, и их сажают за русскоязычные учебники. Что делать? Учитель достает из ящичка старый туинноязычный учебник и начинает транслировать, объяснять детям, что здесь написано. Но в этом году Министерство образования и лингвисты, и педагоги решили ввести трехуровневую, трехвариативную линейку учебников для туинноязычных детей, для русскоязычных детей и для детей билингвов. Значит, отмечается высокая символическая мощность и стремление к переходу на русский язык скорее происходит на фоне убежденности масс в том, что родной язык никуда не денется. И вот по поводу компетенции она достаточно высокая и среди молодежи, и среди старшего поколения. Межпоколенная передача в целом сохраняется, но в долгосрочной перспективе наблюдается все-таки переход на русский язык. То есть, можно сказать, что это начальная стадия языкового сдвига. Другой несколько регион недостаточно перспективный по нашему мнению калмыцкий язык в республике Калмыкия. Это государственный язык в республике. Есть и государственная и институциональная поддержка, но они недостаточны, как нам кажется. Это многонациональная республика, в отличие от Тувы. Калмыкия составляет 56% всего населения республики. Есть, конечно, районы компактного расселения, но основным языком все равно в регионе является русский язык. И вот исторический фактор, наверное, следует рассматривать через исторические травмы. В течение всей истории народа калмыцко-этнической общности их было огромное количество. Переселение в Нижнее Поволжье, репрессии. Все это, конечно, привело к такому плохому состоянию, почти потере языка и культуры. Экономическое состояние региона можно тоже характеризовать как неблагоприятное. И, конечно, это все приводит к тому, что население выезжает за пределы республики либо за рубеж, либо идет миграция внутри страны. И к тому же внутри самого региона урбанизация в село, переезжает в город и так далее. Значит, в сфере ИКТ, информационно-коммуникативных технологий, язык присутствует. Но все-таки это сфера для калмыцкого языка в стадии становления только. Демографическая мощность средняя и очень низкая коммуникативная мощность. То есть доминирует русский язык во всех общественных сферах жизни этнической группы. Но надо отметить, что высокая очень символическая мощность при нулевой или низкой компетенции. Язык старописьменный, с развитой системой стилей, но все-таки терминологическая система, к примеру, еще недостаточно развита, поэтому не позволяет функционировать, например, в сфере высшего образования. И вот по поводу компетенции, наверное, надо сказать, что пока высокая у старшего поколения, очень низкая среди, или нулевая среди среднего и младшего поколения. Межпоколенная передача почти отсутствует. Можно констатировать активную стадию языкового двигателя. и третий пример это язык таза в Приморском крае. Ну, это пример такой трагичный, наверное, да, негативное влияние в течение всей жизни, всей истории вот этого, этнической группы, политического, идеологического контекста привело, конечно, к полной потере языка культуры, к астимиляции. Государственно-ситуациональная поддержка языка отсутствует, но статус миноритарного народа этнической тазы получили с 2000-го года ранее, значит, их ввели в реестр коренных народов Российской Федерации, до этого они бы считались как бы частью на найцев. Расселение компактное в селе Михайловка Оргинского района Приморского края и их селили туда где-то в 50-60-х годах и когда расселяли, то, значит, там контингент населения был многонациональный, поэтому сегодня вот даже фотография вы видите три поколения тазов, да, сильная миксация наблюдается. Понятно, что неблагоприятное экономическое состояние в регионе в целом отражает и ситуацию в этнической группе. Молодежь выезжает за пределы в поисках заработка в соседние регионы или дальше. Отсутствие информации о тазах почти в СМИ. Есть некоторые статьи, какие-то репортажи, но в общем вообще в самом-то селе Михайловка отсутствует связь и вообще интернета нет. Низкая демографическая мощность и отсутствие полнейшей коммуникативной мощности. символическая мощность скорее всего средняя, но она связана наверное с экономическим фактором, потому что считать себя тазом значит иметь право на вылоп рыбы, на ведение традиционной формы хозяйствования. Полный нигилизм среди представителей этнической группы относительно языка. Они не видят смысла в том, что лингвисты приезжают, что-то хотят записать, пропагандировать и так далее. Язык бесписьменный, никогда даже в форме кружков или курсов не преподавался и не присутствовал в сфере образования. Низкая языковая компетенция насчитали мы только три примерно носителя и то старшего поколения, это кто может хотя бы на бытовом уровне что-то сказать или рассказать какую-то историю, сказку. Межпоколенная передача языка завершилась в 70-х годах. Ну и фактически можно констатировать, что это пример такой языковой смерти. Теперь предлагаю посмотреть сценарии, возможность сценария языковой политики исходя из таких параметров модели прогностической. И мы считаем, что применение метода сценария для экспертной оценки современной языковой ситуации, ее трендов, акторов, идеологии является наиболее эффективным и оно должно лечь в основу планирования языковой политики в стране в дальнейшем. Мы проанализировали несколько моделей сценариев развития языковой политики на примере разных стран Кристина Санайшиф Монопатна и вот пришли к мнению, что в принципе такой анализ дает хороший стимул для развития сценариев языковой политики в России. Но вот исходя из специфики ситуации, да, и многоязычной, поликультурной и так далее, наверное, будет важно включить такой параметр, как комплектогенный потенциал каждого из рассмотренных сценариев. Мы выстраиваем сценарии по компонентам реализации языковой политики, предложенные с польским. Это языковая идеология, языковые практики и языковой менеджмент. Значит, сколько может быть сценариев, но разные точки зрения есть. Обычно международники 3-4 сценарии более используют, чтобы был простор для фантазии и так далее. Вот первый сценарий языковой политики единственного многообразия это скорее всего то, что мы сейчас переживаем. И вообще исследователи сходятся во мнении, что языковая политика в России она всегда находится в зоне напряженности. Это не только исторический факт, но и социальная проблема сегодня. И языковая политика она существует как сегодня доклады показали в двух плоскостях де-юре и де-факто. де-юре конструируется политика языкового единства в разнообразии, то есть многоязычие в приоритете, наделение языковых общностей правами на использование языков во всех сферах жизнедеятельности при ведущей роли общегосударственного русского языка. Де-факто же мы имеем место языковая политика централизации, то есть создание моноязычного пространства в целях организации единого коммуникативного пространства, формирование языковой иерархии, что естественно ведет к языковой монополии и доминированию русского языка во всех сферах функционирования. Тогда вот в этой ситуации не совсем очевидна роль других языков жизни государства. И язык единения он становится инструментом конструирования идентичности граждан страны. И по мнению исследователей вот такой подход используется для контроля группы путем предоставления преференции местным языковым элитам. И этот подход используется в государствах, где сильна роль местных элит. А право сохранения языка и культуры является компромиссным решением, целью которого является гарантия сохранения политической стабильности. Но надо при этом отметить интересную тенденцию. Негативные эффекты проводимой языковой политики стимулируют активность защитников родного языка, предоставляющих движение снизу, языковой активизм и так далее. И вот сейчас как раз в России наблюдается эффект самосохранения, резилиенс эффект. Недаром недаром второй день у нас посвящен языковому активизму. Раньше даже после 90-х такого движения не наблюдалось. Второй сценарий политики языковой монополии. Язык может, мы это знаем, стать эффективным политическим средством давления на разные языковые общности, проживающие в одном регионе. И события последних лет свидетельствуют, что такой сценарий тоже возможен. И это как бы усугубляет состояние миноритарных малоиспользуемых языков. При этом сценарий конфликтогенный потенциал очень высокий, потому что возникает протест против дискриминации других языков. Третий сценарий полилингвальной языковой политики можно рассматривать как положительный, наиболее положительный для России, потому что представители миноритарных, учаются на родных языках, владевая параллельно общегосударственным русским языком, региональными языками и иностранными языками, в первую очередь через образование. И полилингвальное образование, наверное, можно считать демократическим инструментом, гарантирующим активное гражданское участие в правительственных инициативах. Кристианс отмечает, что трехязычная модель системы образования в странах ЕС, родной язык, региональный язык, профессиональный язык, гарантирует стабильную этническую идентичность у граждан ЕС. При этом конфликтогенный потенциал низкий. Сценарий экологичной, либеральной, нейтральной языковой политики, он тоже положительный, но, наверное, несколько утопичный для нашей страны, поскольку подразумевает политику, независимую от государственного вмешательства, развить, а следовательно, отсутствие государственной поддержки языков, наличие условий, при которых носители сами определяют судьбу родных языков, и функциональную дистрибуцию, но вот эту ситуацию, наверное, для нас сложно представить. Этот сценарий гарантирует равные права для всех языковых общностей и определяющим условием при этом является то, да, при этом общность должна быть самоорганизованной, да, с высокой степенью самоорганизации. Конфликтогенный потенциал низкий, но он возможен, так как тогда возникать неприятие мажоритарной языковой общностью, проводимой языковой политикой. Теперь мы хотели бы, значит, перейти к выводам, вот как вот эти сценарии и вот эта модель, какие корреляции могут вот возникать. Значит, государственный статус языка способствует его сохранению, это однозначно, да, сохранению и развитию, и создает основу для принятия вот таких лингвоохранных мер. И прогноз языков, имеющих статус государственных в своих территориях, он наиболее как бы благоприятен. Идеология сохранения языкового культурного многообразия положительно влияет на развитие языков, а латентная языковая политика моноязычия, она повышает комплектогенный потенциал и формируется вот этот вот эффект самосохранения в форме языковых, языкового активизма и так далее. Исторические травмы, идеологические, политические неблагоприятные контексты в языковой биографии народа негативно влияют на витальность языка, на демографическую, коммуникативную мощность, например, ассимиляторская политика в отношении тазов или репрессии в отношении комыков приводит к потере языка культуры. Благоприятное географическое расселение, компактность проживания этнической группы все влияет на гомогенность состояния языка, способствует распространению и формированию единых норм диалектную раздробленность и очень важно, что возможность создает возможность применения административных мер при проведении региональной языковой политики. Стабильная увеличивающаяся демографическая мощность предполагает витальность языка, увеличение коммуникативной и символической мощности. Но если количество членов языка общности уменьшается стабильно и последовательно, то можно прогнозировать исчезновение данного сообщества и вот интересный момент культуры. Я заканчиваю. У нас осталось две минуты до начала следующего заседания вообще, если можно, прям две секунды, да, очень слишком долго, да, пожалуйста. Культурный контекст тесно взаимосвязан с будущим языка, и поскольку посредством культуры многие вообще приобщаются к языку, и отмечается вот такое противоположное явление с конфессиональным фактором, который с культурой связан-то вообще, в качестве реального и символического ресурса этничности у многих народов происходит замещение языка религии, и это никак не влияет на витальность языка, это мы видели в Дагестане, в Татарстане. И фактор ИКТ, информационно-коммуникативной технологии, двояко можно рассматривать, с одной стороны это как бы зло рассматривается, как зло, происходит естественно освоение русского языка детьми, да, а с другой стороны, конечно присутствие языков в интернете стимулирует интерес к его освоению и так далее. Ну вот в целом в соответствии с указанными корреляциями приходится прогнозировать продолжение процесса выхода из области активного функционирования языков малочисленных народов России. Спасибо. Большое спасибо за доклады, за участие, и мы вынуждены уже объявить быстренько окончание нашей сессии, потому что скоро будет уже начало новое. У нас две минуты на кофе-брейк или на что-то еще. Спасибо большое. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok